всем привет с вами эдгар вы на канале мысли от эдгара сегодня буду делать распаковку холодный кошелек tether заказывал я с официального сайта хочу показать вам комплектацию как выглядит в общем посмотрим я сам по данный момент пользуюсь кошелек ledger это французский кошелек тоже заказывала с официального сайта у меня еще есть такой вариант поэтому хочу вам показать есть официальный сайт tether и на этом кошельке более тысячи разных криптовалют можно хранить давайте вот так вот сделаем когда покупаете я вам советую брать именно с официального сайта но или очень прям хорошие качественные какие-нибудь проверенные сайты перекупы так сказать потому что есть такая проблема люди берут покупают открывают потом запечатывают очень хорошо грамотно вам перепродают вы распаковываете закидываете туда вашу крипту на расстоянии это все дело очень быстренько восстанавливается и у вас крипту может могут просто украсть и все они на своем новом таком же кошельке делают восстановление с ключами все крипта у вас улетела поэтому лучше всего советую заказывать это с официальных сайтов пусть это будет чуть подольше возможно возможно насколько ты там чуть подороже но это вы делаете в принципе один раз и на десятилетия этот кошелек у меня уже много-много лет функционирует я их несколько штук даже заказывал эти тоже одновременно с леджером заказал но времени не было распаковать потому что пользовался данным кошельком но сейчас хочу еще и тезер запустить для себя изучить на какую-то часть крипты на этом кошельке хранить и посмотреть преимущества когда покупаете должно быть все запечатано в обязательном порядке должны быть вот эти наклейки вот с этой стороны есть наклеечка и с этой стороны так открываем это все дела так пленку сняли и нужно убедиться что здесь никто это не открывал ну тут видно сразу что нормально все запечатано тут если снимаете тут сразу можно заметить будет если кто-то это уже распечатал так убираем потому что видите вот но есть люди которые умеют это делать грамотно снимает и грамотно наклеивает обратно это мы сняли теперь нам нужно распаковать посмотреть что там внутри что-то так сложно прямо открыть запечатано не подберешься вот вроде здесь распечатали вот а как открываться коробочку надо разрывать не хочется как-то ее прям разрывать ну давайте ладно чуть-чуть очень очень прям плотно вот если слэджером это все снимаете как на айфоне как будто распаковка айфона идет просто берете так достаете красиво все четко то здесь вот маленечко заморочка с этими жесть просто не очень приятная распаковка даже как-то облом но все тут хочется только что-то матом сказать блин вот разорвал всю коробку то ли я что-то не так делал не знаю не знаю не знаю не знаю но заклеена блин жесть как намертво прям даже это не офигеть вот это блин скотч вот это они заклеили намертво чтобы вообще никто не открывал но зато с другой стороны я стопудово знаю что это никто не открывал так достаем что там у нас внутри есть все внутри больше тут ничего убираем коробочку здесь идет вот такая наклейка тезер несколько вариантов наклеек не знаю для чего они вообще нужны а кошелек то у меня беленькие вот потому что в основном на сайте черного цвета а здесь кошелек написано тезер white я сам заказал white и сам не понял так здесь какая-то инструкция тут идет юсби и забыл как вот это называется как самсунге всякие зарядки подключаются ну тоже стандартная штука сам кошелек вот он выглядит очень очень круто презентабельно так тут у меня маленечко все дело отсвечивает как будто здесь пленочка такая можно эту пленочку вот так вот снять о новенький аппарат белого цвета очень круто смотрится почему я только камера отсвечивает яркость надо убавить вот так что тут у нас еще есть еще у нас здесь есть вот две такие бумажки которые складываются здесь ребята записываются слова обязательно это нужно сделать еще четвертая наклейка и ремешок в принципе неплохой такой ремешок мешочек у нас одевается здесь так сюда можно будет его закинуть вот эти 24 слова это самое важное что нужно будет сделать это я отдельное видео сниму по поводу регистрации кошелька так все так вот делаем и у нас есть кошелек удобно закинуть например во внутренний карман так веревочка раз и подтащил вытащил принципе он ничего не весит максимально легкий простой сейчас я его может быть даже подключу или все таки нет подключение нужно будет сделать отдельным видео где я буду делать регистрацию вот этот кабель не такой длинный это минус минус потому что у меня есть леджер кошелек и вы посмотрите длина вот этот вот такой а этот у меня идет где-то метра больше чем метр вот леджеровский кошелек вот тезер минусы и плюсы я наверное это в другом видео сделаю какой лучше какой хуже сейчас потестируем что тут есть но тут явно короткий шнур с одной стороны конечно это хорошо вроде как много места не занимает но с другой стороны мне например чтобы подтверждать любые действия требуется нажатие кнопки и в итоге получится смотрите такая ситуация например здесь у меня юсби я подключаю сюда и этот кошелек находится здесь и вот каждый раз мне нужно будет сюда дотягиваться до кошелька чтобы производить эти действия и от меня это достаточно достаточно далеко находится с леджер такой проблемы нету с кошельком леджер например я так прямо могу сидеть шнур длинная даже вот так вот держать вот его и что-то с ним делать да вот нажимать потому что тут на экране что-то происходит я мышкой так делаю тут требует подтверждения я такой раз нажимаю делаю делаю раз нажимаю подтверждаю а здесь получается мне нужно будет каждый раз вот куда-то туда тянуться и вот так вот подтягивать и присматриваться или мне нужно будет какой-то удлинитель юсби но это уже дополнительная вещь но проблема заключается в том что такие штуки нужно напрямую подключать гаджету на котором установлена программа сразу напрямую в компьютер сразу напрямую там к телефону или там к планшету вот так что тут один явно минус есть плюс еще такой минус вроде как с одной стороны плюсом является что здесь экранчик такой стекло да вот это а с другой стороны этого быстро может ну какой-то один удар и все их она этому экрану и при этом тут нету никакой системы защиты чтобы хоп закрыл в карман убрал если это стекло попадет в кармане например с какой-то монетой с чем-то и будет удар и все экраны здесь например в леджер вот смотрите шнур я подключил туда куда-то подключил даже вообще тут еще лишнего вот хватает и вот я его в руках держу и провожу какие-то там манипуляции там нажимаю что-то делаю все удобно не нужно убрал и закрыл металлической такой штуки все ничего не будет моим кошельком даже если он попадет тут настолько хорошо защищено я не знаешь даже велик проедет наверно выдержит а тут нет тут кранты короче но это конечно дело случая насколько вы внимательнее предусмотрительный человек я думаю если вы такой человек у которого всегда из рук все падает вы куда-то можете что-то затолкать там затолкать эту штуку с другими какими-то гаджетами забыть про это то я думаю все таки ваша тема что-нибудь такое если вы контролируете всегда каждое движение свое то в принципе это нормально ну или если вы дома и вы никуда не собираетесь это с собой возить то в принципе без разницы и это и другу и оба варианта хороши так вот эти карточки обязательно нужны потому что когда идет процесс регистрации кошелька то вам выдается вот здесь я сейчас не знаю как в тезер буду делать в леджер там 24 слова их нужно записать они один раз вам поддаются и больше не не будут если вы вдруг эти 24 слова забудете все потеряете всю вашу криптовалюту нету такой темы что кто-то вам пришлет эти слова вы будете восстанавливать и все такое там позвоните какая-то техподдержка забудьте про это вы и ваш кошелек вот все восстановление но одновременно плюсом является что никто не может взломать это и есть как бы система защиты плюс если произойдет так что вот у вас 24 слова записано это у вас есть еще далее повтор сдублировать в каком другом месте сохранить чтобы не потерять можете на память запомнить но вряд ли конечно такая ситуация вы например ломаете этот кошелек вот экранчик сломался и машина проехала я не знаю улетела потеряли все нету этого кошелька ничего страшного вы еще один такой же покупаете новые запускаете и на этих кошельках есть два варианта когда вы его включаете это работа существующим в клуб функцию выбираете что да у меня есть уже кошелек и работаете включаете его или а грей создаете новые или включаете которые у вас есть если это будет как новый вот такой пластмассовый гаджет вот там будет выбор восстановить его все и тут у вас будут запрашивать слова которые есть в этих в этом списке например там пять разных слов например тут может написаться пятое слово кэт и такой смотришь пятое слово нет ни кэт нет потом например там девятнадцатое босс да и вот так вот этот кошелек будет у вас несколько раз спрашивать если вы все правильно скажете ответить по этим по этому списку то он восстанавливается и все ваша криптовалюта соответственно появляется на этом кошельке а тот кошелек который вы потеряли автоматически уже пустышка просто будет пластиковая фигня если кто-то его найдет он может там восстановить свой кошелек по своим каким-то или сделать новые и все вашу криптовалюту забрать никак короче вот эти пластмассовые штуки это просто так сказать посредники между вами вашей криптовалютой это просто технический инструмент вся суть вот в этом пароле это обязательно нужно в принципе ничего тут такого в наборе нету обычно фигня бумажки две бумажки и вот сам кошелек вот весь набор выглядит в принципе неплохо мы по относительно конечно леджера у меня такое ощущение что это чуть похуже тема но огромное количество людей пользуются данным кошельком и одни из топовых конкурентов это как раз таки леджер и тезер я думаю что они оба работают на ура у каждого свои плюсы минусы есть про плюсы минусы мы это в отдельном ролике поговорим так что отличная комплектация тут ничего и другого не должно было быть так что следующем видео я расскажу покажу как нужно будет создавать здесь новый кошелек тезер кошелька у меня еще нету всем пока